Здесь закончил свои дни Иван Климов, руководитель львовских националистов, тот самый, который в ночь на 1 июля призывал уничтожать москалей, евреев, поляков и венгров. Нескольких ООНовцев немцы расстреляли. Арестовали и Степана Бандеру, его братьев и соратников. Отправили их в концлагеря. Другие украинские националисты продолжали служить в оккупационной администрации, в полиции, во вспомогательных частях вермахта, ехали в Германию работать на военных заводах. Без них немцы просто бы не справились. Степан Бандера и организация украинских националистов оказались в контрах с немецкими оккупационными властями не по собственному желанию. И ссоры с ними их никак не оправдывают. Сажали их не потому, что они были антифашистами, возмущались нацистскими преступлениями, а потому, что они проявили своеволие, не согласовав с оккупационной властью. Но многие украинские националисты этого не понимали. Продолжали обращаться за помощью в Берлин и никак не могли разобраться, почему же немцы отталкивают протянутую руку, почему не желают видеть в них надежных союзников. Украинские националисты заключили союз с преступниками. Отчего же они решили, что с ними нацисты станут вести себя по-джентльменски? Министр по делам восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг повторял, хорошее обращение славянин воспринимает как слабость. Украину оккупировали и грабили немецкие войска. Но вожди организации украинских националистов все равно считали главным врагом Москву. Это не могло остаться без ответа. История охоты на Степана Бандера. Следующая серия.